Понять, что такое любовь. Чётко для себя разобраться в этот вопрос. Если этот вопрос понимаешь глубоко, то ты понимаешь, как жить и как действовать. Любовь бывает для начинающих любовь и разных для любови. Для начинающих любовь — это та любовь, которую даёт Бог людям для начала отношений. И именно эту любовь все воспринимают как любовь, а всё остальное неизвестно, неизучено. Как длинучий лес, в который никто не ходил. Но именно там настоящая любовь, где никто не ходил, понимаете? Неизведанный путь. Большинство людей в современной культуре мечтают о влюблённости. Влюблённость — это просто подарок Бога. Это как это, демо-версия. Правильно, это не парень. То есть демо-версия, что значит? Это значит, что как бы человеку даётся много очень счастья вначале. Все самые лучшие черты характера скрываются у близкого человека. Ты испытываешь его счастье, он у тебя счастье испытывается. И про это все песни, которые существуют в этом мире, они все поются правильным. Вы что просите-то? Грусть — это не признак ИЭТО. И разночает сила Бога. Я хочу видеть в ваших глазах силу. И веру, что всё будет хорошо. Договорились? Вот, правильно. Я всё смогу, я клятвы не нарушу. Понятно? Влюблённость — это то, к чему все стремятся, потому что это естественно, к ней стремиться. Многие люди мечтают об этой влюблённости. Они постоянно думают, мечтают, что вот такая вся жизнь должна быть вот в этой влюблённости. И все песни про это, она прослышанная, на самом деле, чувство, которое мы, в конце концов, опошляем в результате вот этой культуры, в которой мы живём. Культура заставляет, опошляет влюблённость. Это божественная энергия — влюблённость. Вот человек, и он начинает эксплуатировать, пусть теперь. Первая любовь, молись. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok «Я скрыл твоё человеку сердце». Это то, к чему надо стремиться. Это не то, что так вот сейчас расслабился и полетел в этой песне. Эта песня означает то, что должно быть потом, когда люди сдадут экзамен. Цель этой влюблённости... Влюблённость выводит душевные качества человека наружу. Поэтому люди любят друг друга, они видят чистоту друг в друге, видят светлые вещи какие-то, светлые очень любят. Но привязываются к этому, хотят наслаждаться светлыми качествами друг в друга и потом дальше эксплуатировать их. Влюблённость соединяет людей, она длится какое-то время, пока необходима, а потом она тает, проходит. И дальше вылазят плохие качества наружу, потому что мы же хотим эксплуатировать тело, хотим наслаждаться плотью. В результате вылазит грязь в отношениях. Начинаются рубить скандалы, разочарования. Если люди выполняют свой долг, то, ну, как бы, побеждают судьбу. Усилия прилагают для правильных отношений, цену платят, то дальше отношения начинают покарабкиваться. Так они портятся постоянно в жизни. Хуже, 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 вниз капятся. Буква В. Сначала возрастают отношения, потом каятся вниз. Вот здесь, на пике, на нижней точке, где-то это от пяти до восьми лет отношений. Нижняя точка приходит, пик нижней, разочарованность. Здесь есть два варианта. Если ты начинаешь служить просто близким человеком, ничего не ожидая от жизни, просто от левого творения Бога, что он питал человека, ты ему служишь. То в этом случае ты начинаешь видеть душу в нем, душевные качества его начинаете, если вы ему служите. Вы начинаете видеть его качества хорошие, если ему служите. А он чувствует благодарность в вашу сторону. Так появляется первая стадия настоящей любви, которая называется «принятие в принятие». На этой стадии люди приходят домой, зная, что я дома буду отдыхать. Потому что дома я все принял, принял близкого человека, я не буду там мучиться, страдать. Я принял все недостатки, все. Один ученик пришел к своему учителю. Тут реальная история. Говорит, я уже и в это потерпел от жены, я не обращаю на это внимания. И это отмолил. И как бы и вот эти припабахи, и все вот эти, ну как бы, ну все полностью, я как бы, все, что вот ее тупости, все, я уже принял. У меня возникла такая мысль, что я сейчас уже, ну ни к чему не привязан. Мне уже от женщины ничего не надо. Я как бы уже все понял. Может быть, мне отреченный образ жизни не принять? Спросил учитель ученик. И тогда учитель сказал, не надо принимать отреченный образ жизни, вот теперь ты будешь счастлив в семейной жизни. Потому что ты уже все перевалил, ты пришел на первую стадию, которая называется принятие. Принятие. Ну то есть это первая капелька любви, в которой люди, аскезы свои. И Бог означает аскезу. Не означает балдеть на человека, это аскеза. И в этом случае постепенно появляется надежда какая-то, что что-то может уйти в хорошее место. Принятие нужно. Вот вы сейчас, например, даже на первую стадию говорите, он там, я не могу это переварить, что мясо продает там. Нет, я не могу переварить, я не знаю, правильно, правильно. Ну если он захочет отношения, правильно, конечно. Если он захочет, значит Бог его тянет к вам. Примите эту судьбу, казните аскезу от Бога, помогите человеку в жизни. Помоги мне! Помоги мне! Потом, когда люди вот эту аскезу вкладывают, вкладывают человеку, он при этом сам может вообще никак не реагировать внешне. Он как же он так и живет вообще. На первой стадии принятия человек может не отдавать ничего, он просто копит вот благодарность в аккумуляторах, а копить он может долго. Но внешне не видно, что он что-то поменял в себе. Вот он копит и копит эту благодарность просто. И в чем это выражается? Когда наступает конфликт, вы когда начинаете ему подобранному что-то говорить о нем, ну, его недостатки, ему говорите, что надо это исправить. Он не может не слушать, если он благодарен. Благодарность сковывает человека, она заставляет его слушать, принимать эту истину от близкого человека. То есть у вас появляется право воспитывать близкого человека, если вы слушаете. Есть еще одно право, которое вы заслуживаете, это иметь возможность быть достойным в отношениях. Он вас унижает, а вы не унижаетесь. Он делает подлость, а вы прощаетесь. То есть у вас есть достоинство, вы сильными становитесь в отношениях. Не гордыми, а сильными. Это разные вещи. Сильный человек – это тот, который не реагирует спокойно. На следующем этапе человек начинает реально понимать, что такое уважение. Начинает уважать человека. И если вы дойдете до уважения, то у близкого человека не будет шансов не принять вас. Он встает на первую стадию, а вы на вторую. То есть он начинает его уважать, а он вас принимать начинает. И в это время, когда он вас начинает принимать, у него начинает раскаяния появляться в том, что он делает плохого. И он может даже об этом говорить, начать в это время уже. Перелом нравится только его сознание. Следующее. Это если не взаимный процесс, а односторонний. Я говорю, я сам в раннем случае, понимаете? Когда односторонний, а сейчас чаще всего односторонний процесс идут в отношениях. Один человек вкладывает в отношениях, а другой – пассивно сердит. Как вы думаете, кто будет вкладывать, вы или ваш близкий человек? А? Нет, не женщина, а мужчина. Я спрошу, вы или ваш близкий человек? Вы здесь мужчина, женщина себя? Кто будет вкладывать? Вместе. Нет? Да, Бог выбрал вас, потому что вы на лекцию приехали. Кто будет вкладывать в отношения, тому и дается знание. И этот человек лидирует в отношениях, и он же получает все блага отношений. Главное. Все призы, главное, он же получает. Он же отец и получает, и призы тоже. Стадия уважения означает способность понимать природу противоположного пола. Вважение раскрывает ключи, ключ. Женщина начинает понимать только мужчина вообще, как правильно относиться к ней. Мужчина понимает, кто такая женщина. Ключ к отношениям. Человек принимает. Он чувствует, как правильно себя чувствует. И это чувство увеличивает чувство собственного достоинства очень сильно. Человек становится уважаемым, когда сам начинает уважать. Его уже невозможно не уважать, так и устыдно не уважать. Если человек не сможет вас не уважать, то будет неумиловка не уважать вас, если вы его уважать начали. Правильно относиться к ним. Ему придется вас уважать. Уважение – это вторая стадия литвы, на которой люди начинают чувствовать вдохновение от отношений. Сначала они просто успокаиваются, что они так живут, принимают отношения, что все нормально. Можно с этим человеком жить. На первой стадии принятия еще возможны измены. На второй стадии уважение в отношениях измена маловероятна. Это какая-то сильная, тяжелая карма, может быть, что была какая-то случайная измена. Но даже если она происходит, то все равно семья вылазит, она уже не разрушается. Если семья разрушается, что люди, значит, до второй стадии даже люди не дошли. Чаще всего даже до первой не дошли. Все семья разрушается. Они просто жили по наклонной плоскости, катились вниз вместе. Ты помнишь, как там? Прощай. Чтобы понять твою печаль, простое небо просмотри. А? Да. Ты помнишь, плыве в вышине. А? А, ты помнишь, плыве? Ты помнишь, плыве в вышине. И вдруг погасли две звезды. И лишь теперь понятно мне, что это были меня. Ты. Погасли две звезды. Падали. И погасли две звезды. Это не отношение. А если люди падают двадцать лет вместе? А? Да, они могут падать двадцать лет вместе. Двадцать лет падать. Если уважение не возникло, значит, падали две звезды. Две звезды, две светлых повести. Своей любви, как невесомость. Падали две звезды. Звезды толстые не падать. А? Загораться. Загораться. Теть веры. Стадия уважения – это удивительная стадия, на которой люди начинают открывать глаза на жизнь. Они начинают понимать, что секс – это не главное ключ в отношении. Что есть вещи повыше, чем секс. Что уважение – это удивительное чувство. Что ты как будто бы крылья вырастает в отношении. Чувствуешь радость. При этом уже на этой стадии уже как что-то серьезное недостатки близкого человека вообще не воспринимаются. Про недостатки близкого человека возникают семейные анекдоты про недостатки друг к другу. Они смеются весело над этими недостатками. То есть вообще нет людей осуждают как-то. Наступает такое как бы. С всем другими людьми отношения вообще. Развернутые отношения с людьми. На третьей стадии верности доходят мало кто. Но если люди доходят, то это удивительная жизнь. Жизнь – подвиг. Верность означает, что человек начинает видеть душу близкому человеку. И он когда капель на души увидел близкого человека, он уже не хочет его бросать. Это невозможно бросить. Близкого человека на этой стадии бросить невозможно. Легче убить себя, чем грустить. И во время на стадии верности у людей пропадает ревность вообще. Даже в зачатке. Нет ревности. Нет ревности. Такого понятия ревности вообще нет. Да и свежести. Один будущий святой человек. Расскажу вам столь про верность. Чтобы знали, какие бывают вещи в жизни вообще удивительные. Как Господь испытывает верную людей. Один искренний человек, он влюбился в проститутку. Влюбился в проститутку. И когда она была свободная, график на ней был свободный, она позволяла ему быть собой реально. Он ее любил сильно, несмотря на ее профессию. Она была простая. Но красивая просто. И, как бы, в один раз, это история реальная. Это был такой историей, называли Билла Манглова. Сейчас я рассказываю историю. Один раз так случилось, что он решил к ней прийти. И она была согласна. И пошел сильный ливень. Просто. В льде так бывает, что просто, ну, столб до лжня идёт. Ну, только сильный ливень. И он поплыл через лейку к ней. И, ну, он уже начал утонуть. Шторм начался. И, ну, какое-то бревно вплыло. И он за него зацепился. И он, когда дохнул до берега на этом бревне, оказалось, что это крокодил. Ну, крокодил не до него был. Он сам спасался в сторону. Вот поэтому все нормально. Он потом пришел к забору, как бы, начал. Ворота были закрыты. Шторм не давал возможность его услышать. Он кричал, но никто не открывал. Полез на забор. И не мог никак залезть. И увидел какая-то берёвка. И начал под ней крапкаться. А потом оказалось, что это удовитая змея. Но она зацепилась там сильно. Змеи в льде бывают по 3 метра. Так ровно просто. Ну, и как бы она выдержала его вес. Зацепилась. Потом ползла. В общем, опять он остался жив. Он спрыгнул. И потом на второй этаж к ней еле залез. Потому что дверь была закрыта. Когда он залез к ней на второй этаж. Тоже там чуть не подскользнулся. Чуть не упал. Она когда выслушала все это. Она ему сказала. Если бы ты так к Богу стремился. Ты бы был следы. Когда она это сказала. У него память о прошлой жизни. То, что жизнь была очень возвышенной личностью. Ему пришла эта память. Она была первой наставницей для него. Так как он её любил. Это в сердце уже не стало. А не в сердце. И он тогда не стал как бы выполнять своё желание. Чем он пришёл. Он просто пошёл. Он пошёл недавно. Он всё бросил и просто пошёл. Он пришёл в святое место. Он решил стремиться к Богу. Он сплют мог его пожелать. Но как бы любовь к женской красоте. При этом она ещё не оставила его в сердце. И он шёл. И по дороге он увидел одну жену священника. Которая наливала воду. Он помог ей налить воду из колодца. И увидел её красоту. Любился в неё. Она жена священника. И он сказал. Можно я вас провожу? А выйти это считается большим грехом. Я вообще же мужчина идти. И она сказала. Что это грех идти рядом с мужчиной. Я не хотел бы этого. Он говорит. Ну я хочу идти рядом с вами. И она ему сказала. Это ваше дело. Как хотите. Но я как бы вам не советую. Ну они пришли. Пришли домой. Он заходит в дом. Она заходит в дом. Своему мужу. Которому она пополняется. Ей. Вот. И он заходит тоже с ней. В дом. В этот. А этот. Человек. Как святой человек. Безгречный. Он сказал. Чистый человек. Его жена тоже безгречная. Чистая. Но очень возвышенные люди. И он говорит этому человеку. У меня есть желание к вашей жене. Ну. Мог его прописать просто. Все прописать. То посмотрел на него. Посмотрел на жену. И Бог ему дал знать. На что дальше произойдет. И он сказал. Ты можешь идти в соседнюю комнату. И удалить свое желание. С моей жене. А жена ему сказала. Ну ты смотри. Он сказал. Иди делай то что я сказал. И она такая. Упилела. И с ней пошла. В соседнюю комнату. Когда она туда пришла. Он ей сказал. Издевайся. Она начала раздеваться. И она когда. Она начала распускать волосы. Вот. То он говорит. Я хочу сам распустить волосы. И он как-то взял в ней волосы сзади. Начал распускать. И у него в руках оказалась булавка. Когда он увидел эту булавку. Он понял что происходит. И он выколол себе глаза это было. Чтоб не смотреть больше на жизнь. Просто выколол себе глаза. Это то что должно было произойти. А потом пошел дальше уже. В Стыболе. Пошел дальше. В Стыболе. Господь сам пришел. Для того чтобы его провожать. Он принял эту форму. Мальчика по пастушкам. И за ручку его проводил. Святое место. Такова история. Вот эта история показывает что такое верность. Любитая. Верность не имеет границы. Святой муж. Он как бы такой поступок совершил. Равенна для блага этого человека. И жена потом поняла почему так ее муж сделал. Ничего не произошло там сильно плохого. Понимаете. Она поняла что зачем это нужно быть. Видите эта история вас парализовала. Это хорошо. Это чтобы вы поняли какие бывают люди. Нам на них далеко. В первой стадии это очень высокая стадия отношений. На этой стадии люди открывают вечность отношений. И эта стадия уже близка к вечным отношениям. На следующей стадии, на четвертой стадии отношений, когда люди становятся сердечными друзьями друг с другом, то на этой стадии они уже не остаются до духовного мира. Они идут вместе на высшие планеты. Вместе дальше, дальше, дальше. Если кто-то уходит раньше, кто второй, он помнит о нем постоянно и уходит к нему, когда тот ушел. И опять вместе они оказываются. И люди не остаются в этом случае. Они идут вверх и уходят в духовный мир вдвоем уже. Такова цена чистых отношений. Они никогда не кончаются. Они имеют вечную природу. А цена наших отношений – это просто обезьянь и развлечение. Рать мимолетных наслаждений мы готовы на все. Мы не понимаем, что это настоящие отношения, настоящие любовь. У нас нет глубинных понимания того, что за мной Господь здесь на земле с нами. Как надо услышать правильно. Мы это не понимаем. Но первая цена, вот для того, чтобы нам это предупреждать, первая цена – это принять грехи близкого человека и с молитвой побеждать их. Цена, которую нам предупреждать. Знаете, есть не благословленные Бога, а есть те, к которым Бог строго относится. Благословленные Богом люди – это люди, которые живут для Бога. У них нет желания жить без себя. У них ничего не надо делать в этой жизни. Все самое лучшее Господи. Может быть, ничего-то и надо, как я так сказал, слишком. Ну, по крайней мере, я вот так могу себе заплатить. Только чуть-чуть по жизни могу. И не хочу больше ничего. И я чувствую, что он слышит этот момент, который отвлекается, как у моего сердца. Использует самых лучших людей. Вот вы самые лучшие люди. Я сейчас вам читаю лекцию. А там у меня живут в общине очень возвышенные. Вот кто на фестивале был, они видели вот. Те, кто там служит на фестивале, это из моей общины, из тех, кто со мной рядом. Хорошие люди. Они такие все одинаковые, да? Какие последователи есть, да? Такие. Склонность служить, заботиться. Так? Когда человек живет по закону, это значит, что у него вокруг одни препятствия в жизни. Страдания, трудности, непреодолимые какие-то препятствия. Все так тяжело, плохо, невыносимо, невыносимо. А причина только одна. Она заключается в том, что у вас нет желания отдать свою жизнь Богу. Когда у человека нет такого желания, то жизнь в моей земле носит. Потому что нет какой причины жить на этой земле, кроме как развивать это желание. И что такое покеда на земельных трудностей? Если вы капельку перейдете желание у святого человека, у любого святого человека, капельку желания жить для Бога в сердце свое перетяните, мыслами о святом человеке, хорошим чумусством к нему. Просто капельку жить для Бога перетяните от него капельку. Вот тогда, в этом случае, ваша жизнь станет другой. На фоне вот этих невыносимых трудностей, вы почувствуете, что кто-то в стороне этого всего стоит. Вам это станет неинтересно уже. Вам не надо будет слишком много денег там, слишком большой дом, слишком крупную работу. Ничего этого не надо будет жить. Не то, что вы будете обманывать человеком, просто у вас больше счастья, чем будет. Другое счастье. Пора ехать. Счастливого вам дороги. Спасибо вам. Не расстраивайтесь. Я хадюнеaltung, величины, которые пытаются не хочу. Так уже пора идти, так. poquito тоже пора идти. Мы должны быть доfähanten. Отпрощаться, theohistophie. Цель человеческой жизни – это получить миссию, получить в новую жизнь для Бога. Ты вроде бы живешь вместе со всеми, но у тебя такая жизнь. Не такая, как ты все. Ты рядом, ты одежда, люди все окружаются в то же самое. Но жизнь у тебя другая. Это жизнь, в которой ты чувствуешь венчанство. Обычно люди чувствуют страх, что путь дальше, не даяться, возьми еще чего-то. Этот страх, который человек чувствует в сердце, означает только одно, что ему придется опять в тех же условиях, как раньше рождался здесь, на этой земле, а то и будет. Чем больше страха, тем хуже рождение. Но, когда ты начал жить правильно, выбрал правильный путь жизни, и сердце начинает чувствоваться вечность, она убирает страх. Чем больше чувствуется сначала, она чуть-чуть чувствуется, и страх остается. Беспокойства какие-то есть, человек может нервничать. Но чем больше вечности в сердце, тем больше спокойствия. Наступает такой момент, когда человек вообще не отвлекается на то, что происходит вокруг. Он лишается беспокойства. У него нет ни жара, ни холод, ничего. Он просто испытывает глубокое чувство вечности. И в это время он очень интенсивно занят служением Богу. Он не бесседничает. Он трубится. Представляет, он трубится. Но этот труд приносит им счастье. Цель человеческой жизни – перенять. Перенять – это чувство. Чувство, желание сделать что-то полезное для святого человека, для Бога. Перенять. Почувствовать святого человека – это чувство. Перенять можно только с помощью построения близких отношений. Слушать яйца, слушать музыку духовную, молиться. Пламять – чисто по плану. Когда человек так живет в такой жизни, то происходит интересная вещь. Человек свои силы отдает Богу, а Бог решает проблемы человека сам. Он на себя берет его трудность. Как это? Что значит берет трудность? Я очень четко помню тот момент в моей жизни, когда я перестал думать о том, как мне заработать деньги на жизнь. Пытайтесь это понять. Наступает такой момент, что человек перестает думать о том, как ему заработать деньги на жизнь. И этот момент в своей жизни четко помню. Это не значит, что на меня деньги посыпались из ушата. Просто я точно начал чувствовать, что об этом вообще не надо думать, потому что Бог позаботится. У меня были даже такие курьезные совершенно ситуации в жизни, которые невозможно никак фактически объяснить. Ну, например, такая ситуация. Я поехал во Вильдавен, в Святое место. Ну, помогал там. Мы там лечили людей. Где-то за 8 месяцев пролечивали 600-800 человек. Люди шли, мои травы там всякие подбирали. Бесплатно лечили. Просто в Святое место служение выполняли. И... Ну, да выполнялись, короче, что у нас не осталось денег. Мы так старались никого не мучить по деньгам. Кто пожертвовал, кто пожертвовал. Жертвовали всегда меньше, чем нужно. Мы же жили не у себя дома. Арендовали жилье, покупали травы. Обычно врачи их собирают, сами слушают. Живут в своем жиле. У них практически нет расходов на лечение. А у нас были большие расходы, потому что мы все покупали. Наступил такой момент, что у нас вообще должны были кончиться деньги. И они в какой-то момент уже кончились. И где-то за месяц мои помощники, они молодые ребята, они верили мне. Они начали ныть, что денег нет, как мы с головы сейчас помирать начнем. Они реально испугались. И я очень был решительным настроем когда-то. Сейчас, наверное, я бы так не смог. Когда был молодой очень и решительным. У меня глаза блестели. Вот. И я им сказал, не волнуйтесь, Господь даст денег. В этот день, когда я сказал это, вечером ко мне пришел один врач-лак. Сказал, у меня к вам есть просьба. Я говорю, ну хорошо, давайте расскажем в вашу просьбу. Мне сказал, вы знаете, есть в Америке один человек нуждается в вашей заботе, консультации. Пожалуйста, свяжитесь с ним по интернету. Вот письмо от него про карты, как вы просили. И там в письме 70 долларов. Ну, 70 долларов – это нормальный день в то время. Ну, нам хватило, наверное, недели на две. Жить нормально, расправляемся. И через две недели опять, как бы, люди же имеют природу заканчиваться вообще. Вот. И они заканчиваться начали. И мои помощники опять, что мы делали, как лучше жить. У нас физы кончаются. У нас нет денег на билеты. У нас нет денег на то, чтобы кушать. Что дальше будет с нами? Они мне говорят. Я говорю, Бог заботится о нас. Мы живем для Него, Он живет для нас. Все. Точка. Говорит, ну где деньги-то возьмутся? Что, опять кто-нибудь письмо принесет? Я говорю, может принесет. Вечером приходит такой человек. Говорит, вот вам из Канады. Из Австралии, да, из Австралии. И тоже там 60, по-моему, долларов. Еще пожили немножко. И они что-то уже такие, уже все равно, и даже эти чудеса их уже не радуют. Потому что период все равно кончается. И в это время у меня был один брат в руки. Ну, у нас один духовный учитель с ним. Богатый очень человек. У него несколько заводов были. Но я тогда не знал, что он богат человек. Просто я смотрел на него. У него вид очень сильный, влиятельный такой. Он пришел ко мне на консультацию. Я его проконсультировал. И он такой смотрит на меня внимательно. Они очень были проницательные руки. Он смотрит на меня. Сколько божать тебе за консультацию? Я говорю, а я не бил божать, а не за консультацию. И он посмотрел, мои помощники повреднели. Он говорит, а у вас есть деньги вообще? Нет. Я говорю, нам хватает. Бог дает. Мне стыдно даже стало, что вообще какие вопросы он забыл. И он пошел к моему помощнику. Он говорит, у вас есть деньги? Они мне воярии страшные. Такой стыдно. И он потом у кого-то узнал. У кого-то нашел знакомых. Узнал о наших трудностях. И потом приходит еще раз на прием. Говорит, я пришел опять на прием. У меня есть проблемы. Я как-то начал с ним заниматься. Чувствую, что что-то не то. Что ему вот у него никаких проблем нет. Все вроде решилось. Все нормально. Чего пришел? Непонятно. И потом в конце он такой у моих духовный учитель, назвал приемами духовного учителя. Духовный учитель дал мне определенное задание. Я говорю, какое задание? Я так уж насторожился. Он говорит, должен кое-что сделать. Я с удовольствием. Он говорит, тебе надо будет принять вот эти деньги. От меня будет сто кудового купюра кладет. Вот эти деньги тебе на то, чтобы прожить оставшиеся время здесь раз. Организовать лекции. Куда ты поедешь два. И на дорогу всем успокоить вместе. Я говорю, а если у нас осталось? Он говорит, когда может не вернуть оставшиеся время? Нет проблем. Я когда это услышал, успокоился. И знаете, удивительно. Мы вот эти программы расходовали тюдер как тюдер. То есть вообще ничего не тратили лишнее. Нам вхватило ровно до того, как начали следующую программу. Это говорит о том, что Господь заботится. А если кто-то из вас поставит что-то? Поставьте. Ааа, по-русски. Кто был на лекции сегодня утром нашего Павла, то там был такой стих, что если Господь хочет забрать деньги, то он их заберет. А если он хочет защитить деньги, то он их защитит. Привожу вам историю, которая произошла две недели назад. Интересно? Да. Мы заказываем на алтарь божества. У нас там алтарь делает все как бы божества. Такие же, как здесь примерно, из мрамора. Вот. И есть постера в Джайкуле, которые должны будут эту работу сделать. И на эту работу требуются только пожертвенные деньги. У нас были эти деньги, и мы перевели их в доллары. Ну, как бы, дали человеку, который ехал туда, в Индию, чтобы он эти деньги, ну, привез этим мастерам. 10 тысяч долларов. А теперь дальше послушайте могущественную историю, которая произошла с этим человеком. Которая мастерки просто мне взорвала. Этот человек, по какой-то развлечении, вообще не знал, как перевозить деньги через границу. И он положил их в багаж. 10 тысяч долларов в багаж из России в Индию. Не в Европу, а в Индию. Я помню, как даже просто 10 долларов из багажа исчезали, и маленькие сережки, которые я забыл высказать, и золотые жены, просто исчезали. Потому что люди, когда багаж идет, они просвечивают его, смотрят, что там внизу, вспоминают внутри. Потом достают. Когда он приехал туда, он посмотрел, а багажа его нет. Багаж не пришел. Багаж остался в Москве. Теперь поднимите руку, кто считает, что есть вот один шанс, что там остались деньги. Три человека. Хорошо, замечательно. Я вас прошу чуть попозже еще. Итак, он позвонил мне и сказал, что багаж не пришел. Я говорю, ну ничего страшного, мы вам оплатим, как бы все стоимости этой пропажи, не волнуйтесь. Он говорит, ну я положил 10 тысяч этих пожарных мнений в багаж, и у меня пропал данный дар речи. Я просто... Я начал молиться. Я молился просто и молился. Молился и молился, чтобы Господь защитил свои деньги. Потому что проблема даже не в том, чтобы эти деньги пропали. А если бы они пропали, то это знак, что Бог не хочет к нам идти. Что он не хочет принимать наши деньги, наши пожертвования. Он не хочет, чтобы мы о нем заботились, служили ему. Представляете, это страшная вообще вещь, что пропадают пожертвованные деньги. А главное пропадать деньги, которые ты нечестным путем заработал. Эти деньги просто люди дали на духовной цели. Много-много сотен людей дали. И эти деньги кладутся в багаж, и они вот должны пропасть. Потом этому молодому человеку, необытному, сообщают, что этот багаж будет задержан в Москве на двое суток. И потом у кого-то получат. То есть он не полетал, и потом через двое суток возвращается туда, чтобы получить багаж. Теперь, кто считает, что там деньги не могут остаться, пусть эти бросьбы. Молодцы, вы очень оптимистичны. У меня не было ни одного шанса внутри, ни одного процента, что в России на русской таможне они не возьмут 10 тысяч долларов из чемодана, на которых нет замка. Уже у вас энтузиазм поугас немножко, да? Нет. Мы знаем, что вы очень сильно молились. Когда чемодан пришел, и он закрыл его, все деньги были на месте в кабинете. Они прошли через две таможни, и души никогда не пускают своего. Есть только одна причина, почему они дошли до конца. Потому что те люди, которые просвечивали чемодан, не способны были их заметить. Вот такую пачку 100 долларов купюры. И это означает только отрубейщиков, что если Господь хочет защитить что-то, никто не сможет этому препятствовать. А если Господь захочет что-то забрать, никто тоже не сможет этим препятствовать. И эти деньги все пошли дальше на духовную целью. А я тут просто потрясен. И знаете, мне Господь в сердце сказал, почему это все произошло. Он мне доказал две вещи. Этим событием две вещи Он мне доказал. Первая вещь – что мы не достойны этого поклонения, которое мы затеяли. И поэтому деньги пропали. И вторая вещь – что Господь все равно по Своей воле дает нам этот шанс. Потому что без Его воли деньги бы не дошли. Если Вы не верите, положите 10 тысяч долларов в чемодан. Записывайте в него. И этот прах даже не в РОК. Не обязательно в НИБЕ. Просто в РОК. Посмотрим, как он у Вас дойдет с этими деньгами до конца. Что такое в Европе? А? Так многое вложение, но вообще такое вложение в Киеве. Сколько? А как они в Киеве? Ну, по-отлично, нормально. В Индии? Ну, нет. Ну, ладно. Хорошо. Это так вам, как я знал, какие-то трудно сгубки. Событие произошло совсем недавно, две недели назад. Поэтому оно очень свежо с вами. Продолжение следует...